Сегодня на этом месте у нас лауреат международной энциклопедии лучшие люди, почетный работник культуры Новосибирской области. Награжден также почетной грамотой и знаком президента Российской Федерации за достижения в области культуры и искусства. Основатель и главный режиссер театра на окраине Александр Петрович Кобиц. Доброе утро. Здравствуйте. Наверное еще есть какие-то достижения? Да я не знаю, вы так громко представили меня. Хорошо, тогда просто главный режиссер. Да, главный режиссер театра на окраине. Ну основатель, вот я горжусь тем, что я основатель этого театра. Действительно, молодежный драматический театр на окраине из Карасука. Вот, собственно, почему вы решили развивать местный театр? Ну вы знаете, я с детства занимался театром в самодеятельности в школьной, затем уже в любительском театре, во взрослом, в народном театре. Вот, ну и как так сложилось, что в моей семье мои старшие братья занимались тоже любительским театром. Вот, и вдруг возникла идея, почему нет, почему в глубинке, в отрыве от культурного центра не может быть профессионального театра. То есть, вот загорелся эта идея, хотя некоторые чиновники новосибирские, мне говорят, Саша, брось ты эту затею, лучше займись собой, вроде ты артист неплохой, займись собой собой, да и работал. В Новосибирск приехали бы, да, переехали. Да, в Москву, да, в Москву, там, по большому счету, да. Хотя была возможность ехать, собственно говоря, и даже учиться в море Восьмикнебель, но так сложилось, что рано женился, рано родил детей, вот, денег не было, в культуре работала нищая, нищенская заработная плата, поэтому вот как-то все, звезды сошлись на том, чтобы создавать театр в своем маленьком городке. Вот так и получилось. Сначала открыл класс драматического актера в детской школе искусств, вот, ну, был свой народный театр, сначала он был любительский, потом мы получили звание народный, вот, и вот на базе этого любительского народного театра мы создали класс драматического актера, и первые выпускники, ребята, вот, составили костяк, скажем так, труппы будущего театра на окраине. Они получили высшее образование, то есть заставил дальше учиться. Вот. И вернулись? Нет, дело в том, что они учились заочно, ну, как-то так, но, совмещали работу уже в любительском театре, потом учились, и вот как-то так сложилось, что, ну, все мои ученики, поэтому вот так получился театр на окраине. На мой взгляд, неплохой такой самородок, сами родились. Самородок не в смысле и бриллиант, хотя почему нет, может быть, не бриллиант. Скромный в данном случае не украшает. А какой репертуар? Мы начинали вообще с классики, играли Чехова, играли Пушкина, играли Достоевского, вот, и, собственно, и сейчас придерживаемся этой традиции, то есть мы такой театр, приземленный, перформансом мы не занимаемся. Ну, в силу причин, наверное, многих, потому что я не очень хорошо... Эксперименты не ставите. Эксперименты ставим с классикой. Вот. Ну, вот последняя работа в рамках проекта «Театры малогородов» Антон Павлович заметил из девяти рассказов Антона Павловича Чехова. Там, как бы, режиссер поэкспериментировал с художником, оригинальная сценография, то есть решение оригинальное, режиссерское, вот, актеры хорошо работают, вот, то есть, да, ну и современная пьеса, конечно, и зарубежная пьеса, и Сараян у нас был в репертуаре, вот, и современная драматургия, там, фильм, там, не знаю, особенно детская. Вот, детские спектакли очень трудно с классикой, хотя мы перелопачиваем русские народные сказки, я сам пишу, как бы, на тему русских народных сказок. Ну, и много, много пьес современных авторов, там, Таймси, как-то. Ну, репертуар довольно обширный, 14 у нас названий сейчас действующих спектаклей, в театре, вот. Ну, что-то умирает, что-то новое появляется в год, мы где-то ориентировочном, три, три всегда выпускаем их названия, два детских, одно взрослое название. У нас условия не позволяют, у нас маленькое здание заброшенное, которое... Своё здание? Да, своё. Ну, в своё время, благодаря Виктору Александровичу Гергерту, когда-то работал вице-губернатором, а у нас тогда он был главой района, вот, он дал нам заброшенный клуб. Вот, и мы его восстанавливали совместными усилиями, одновременно администрация, актёры театра, друзья театра. Днём строите, а вечером играете спектакль, да? Да, вечером выезжаем, потому что много ездили, потому что невозможно было ещё на стационаре играть, вот, много ездили. То есть гастролируете? Да, 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 да. Да, ну вот сейчас мы не так много выезжаем, хотя более 20 раз, 20 показов в год мы играем на выезде. Это ближайшие районы, Купино, Баган, Довольная, Сдвинка. Вот, наши сёла, вот, с детским репертуаром, весь район наш объезжает. Насколько это востребовано? А вы знаете, вы знаете, востребовано, не так всё просто, вот, к этому долго мы шли. Вот театру, театр у нас профессиональный с 2005 года, зарегистрирован в муниципальное учреждение. Вот, мы, наверное, около 10 лет приучали людей к театру. Играли, у нас были деревянные скамеечки, мы сами своими руками делали, у нас ни кресел не было, ничего в зале холодно было. Люди приносили пледы, усаживались, вот 10 человек в зале сидит и смотрят Чехова. Вот, вот, и постепенно, постепенно люди приучились к театру, и сейчас премьерные спектакли, все аншлаговые, 5-6 аншлаговых, однозначно, взрослых, детских до 10 аншлаговых, если премьерные спектакли. А так, в течение сезона, всё время зрители есть, то есть, как бы, сегодня нет, скажем так, опасения, что спектакль не состоится из-за того, что зрители не пришли, просто нет опасений. Мы к этому пришли. Ну и постепенно приучаем театру, вот, близлежащие к нам сёла, районные центры и так далее. Кстати, в этом хорошо нам помогает депутат законодательного собрания Кулинич Александр Андреевич. Может быть, слышали про такого? Да, конечно. Вот, вот он придумал акцию, подарок выпускнику. Мы уже два года подряд этой акцией занимаемся. В конце учебного года все ребята 11 классов, самых отдалённых сёл, трёх районов, Карасукский, Баганский и Купинский, съезжаются в большой зал в районный центр, их свозят на автобусах, и мы играем для них спектакль. Ну, до этого говорим там о чём. Вот. Я в России не слышал такой акции. Вот, спасибо Кулиничу, он нас таким образом поддерживает здоров. Вот, такая акция интересная. Давайте сейчас проявляем себя на ногу. Давайте, давайте. Мы продолжаем. И, как уже в начале программы, в начале эфира, я сказал, впервые у нас на пятом ряду, четвёртом месте в этой рубрике у нас театр из Новосибирской области. Молодёжный драматический театр на окраине. У нас в гостях главный режиссёр, основатель этого театра Александр Петрович Кобиц. Ещё раз доброе утро. Ещё раз раз. А мне вот и такой вопрос созрел. У вас только местные актёры? Нет, не только местные. Из других районов? Нет, нет, нет. Выпускники Алтайской академии культуры и искусств. Вот у нас два выпускника работают. Они просто, их, мои ребята, их притянули. Вот, они бросили в большой город и приехали, и успешно работают у нас в нашем театре. Ну, а остальные основные? Остальные, да, местные, да, именно наши, то есть мои, непосредственные мои ученики. Сейчас проводится много театральных фестивалей. Вы хотели бы поучаствовать где-нибудь? Может, участвовать? Ну, не так просто участвовать в фестивалях, потому что для всего нужны финансовые средства. Мы не так много зарабатываем, потому что билеты у нас недорогие, залы небольшие. Ну, и много причин всяких. Собственно, много денег тратим из привлечённых средств на постановку спектакля. Потому что в бюджете, по сути, на постановку спектакля нет денег. Ну, вот благодаря вот этому проекту, который сейчас идёт, проект театра малых городов, он сейчас входит в состав проекта «Культура малой Родины», да, вот, мы получаем какие-то определённые средства. И вот в этом году предполагается выезд на фестиваль вот в рамках этого проекта за эти же деньги, которые вот нам дают. В прошлом году мы на эти деньги хорошо так поработали, купили много оборудования, свет, звук, обновили кресло в зале. Вот, хорошее поставили кресло. А это важно. Это важно. Вот, рекламный щит большой, этот электрический, или как он, диодный, висит на театре, который срабатывает очень хорошо. Люди проезжают, останавливаются, читают. То есть, меньше стали работать с бумажными носителями, с афишами бумажными, больше вот в таком виде. И в этом году, как бы, продолжим вот приобретение, оснащение театра оборудования. Вот. Я сбился с вопроса, вы ещё какой-то, нет? Я ответил на вашу вопрос? Да, 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 да. Про актёров ответил. Про актёров, да, ответил. Но остальные все наши, да, наши. Ну, воспитываем, у нас студия при театре неофициальная, так скажем, работает, потому что условий для серьёзного учебного процесса нет. Здание совершенно маленькое, нет классов и так далее. И мы так в тихушку. Вот. И теневая студия на общественных началах. Ребята, актёры с ними занимаются и речью, и мастерством, и движением. Вот. И вот растим немножко кадры свои, да. Ну, хотелось бы новое здание, я так понимаю, да? Да, ну, а чё... Чего не хватает, да? Да, вот это самое главное. Да, ну, о чём речь? Ну, естественно. Вот если построить Дом культуры у нас, то нам другое здание, может быть, отдадут под реконструкцию. Ну, так вроде. Это то, чего не хватает, в первую очередь. Очень не хватает, потому что мы лопаемся, у нас нет цехов, у нас нет складских помещений для хранения декораций, спектакли увеличиваются. Жалко выбрасывать декорации, а некоторые возобновляются, восстанавливаем спектакль, просто некуда деваться. Актёры, для актёров нет возможности работать. Ну, ничего страшного, ничего, нормально всё. В репертуаре есть какой-то хит, скажем, да, в репертуаре вашего театра, который всегда аншлаги собирает? Нет, ну, у нас, вот, вы понимаете, специфика нашего театра такова, что мы, вот, у нас, как у Райкина, у Конфе Лакачи, не может быть всем спектаклем, репертуарем, всем названием. К нему ходят весь мирно, и ему раз в три года меняет название, добавляет там, ну, у нас зрителей не так много, поэтому нам приходится играть много спектаклей, и много, то есть много. Обновлять постоянно? Постоянный репертуар, поэтому любимый, не знаю. Нет такого, да? Нет, ну, мои любимые есть спектакли. А я, вот, я увлечён монорежимом, я играю моноспектакли, у меня, наверное, шесть или семь названий в репертуаре, вот, я не люблю с ассамблем играть, тяну одеяло на себя, поэтому я стараюсь больше играть в монорежиме. Вы сами играете? Я сам играю, и вот есть... Вы играющий режиссёр? Да, 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 вот есть такой замечательный спектакль, скрипка Ротшильда по Антону Павловичу Чехову. Мы здесь на фестивале «1, 2, 3» стали второй-второй премией для этого спектакля. Весь Шукшин, по рассказам Шукшина, идёт на ура везде просто этот спектакль. Просто... Ну, конечно, богатый материал. Просто кайф ловлю от работы. И Анну Снегину, вот, в случае с Анной Снегиной, приезжаешь в село с детьми, играешь для них Анну Снегину, а дети в десятом классе, в одиннадцатом не читали Есенина. Вот для этого нужен театр, вот там, в селе, чтобы езжать и приучать детей к этому большому, высокому искусству. Сезон ещё не открылся у вас? Нет, мы открываем в октябре сезон традиционно, но репетиции уже начались. Сейчас репетируем «Не всё коту масленице». Вот я хотел спросить о ближайших постановках. Да, вот сейчас идут репетиции. Вот я сегодня сорвал репетиции, приехав к вам на радио. Вам спасибо огромное, Александр Петрович. Да ничего, нормально, понедельник, нормально. Теперь вся область знает о том, что в Карасуке есть профессиональный театр. Конечно, конечно. Ну да, спасибо вам большое, что вы пригласили. Действительно, это необходимо, потому что мы выезжаем, иногда у людей расширяются глаза. Какой профессиональный театр там в каком-то Карасуке? Это ерунду в какой-то дороге служить. А он есть, молодежный драматический театр на окраине. Успехов вам, спасибо, что приехали, что нашли время. Но это ещё не всё. Александр Петрович, просим вас рассказать нам какую-нибудь историю из жизни. Хорошо, попробую. Может быть даже не одну, если коротенько. Значит, у меня в кабинете, кабинетом трудно назвать, кому-то меньше вашей, сел портрет Константина Сергеевича Станиславского. Ну, это нормально. И пришёл мужчина заказывать спектакль для, не буду называть, ну, короче, коммунально-строительный отрасль. Пришёл заказывать спектакль для своих профессиональных праздников, для работников. И видит на портрет и говорит, Петрович, а это кто? Я говорю, отец родной. Батька похож. Ну вот, нужно ещё. Тонко-тонко. Да. Спасибо большое. Спасибо, да, и за историю, и вообще за то, что… Есть такой театр. Есть такой театр, и вы к нам приехали в гости. Александр Петрович Кобец, основатель и главный режиссёр театра «На окраине». Спасибо вам большое. Спасибо.